Наша команда называется Social Good Charming, и она состоит из четырех человек, но мы представляемся только на двое, потому что наши другие участники не будут рядом. Меня зовут Марина, это моя команда Ангелия, и мы хотим вернуть детям назад, ведь история 40 месяцев назад мы представили вам свои идеи. И того, как мы хотим помочь людям, которые социально недощищены в Украине, решить свои проблемы насчет получения психики, льгот и других социальных выгодов. Проблема очень простая. Вот вы видите экран Министерства Крыма и Казахстана Украины. Каждый человек, который хочет получить какую-то льготу, заходит на вот этот сайт и видит такую ссылку, жилищную субсидию. Мы взяли очень конкретный вопрос, это действительно очень сильная проблема в моем случае. Мы решили вот типичный случай получить жилищную субсидию. Мы заходим и смотрим. Нам нужно заполнить два документа. Во-первых, эти документы нужно скачать. Они, как мы видим, открываются для программы Microsoft Office, и для этого нужно его, конечно, приобрести. То есть, вы сами понимаете, это должны быть деньги для его приобретения, а люди, у которых, которые социально недощищены, это может быть проблемой. Ну и дальше, когда мы смотрим на формат этого документа, то есть, вы сами понимаете, что сразу будут дать любое желание и что-то начинают заполнять, потому что это очень непонятно. И форматировать этот текст просто, ну, сами видите, все, не надо лишний комментарий. Поэтому мы решили, что за этот строк, который у нас есть, мы сможем сделать веб-платформу, с помощью которой люди будут вносить данные, которые будут генерироваться в документ. И на выходе они будут получать программированный документ, который они могут уже подавать на субсидию или другую социальную блоку, которая им необходима. Это вопрос, я думаю, понимаете, это вопрос не одного человека, а это просто конкретный миллион людей, которые страдают, не знаю, нет инвалидности или находятся за грани бедности. Мы предлагаем своими решениями, в которых расскажем о них. Да, я сейчас вкратце прошел через контакты, это реально контакты, которые мы сделали за эти контакты часов. Это веб-браузе, HTML, это онлайн, то есть, можно перейти по ссылке и потрогать его, пощупать его, програться с ним, он вполне рабочий. Он здесь? Вполне рабочий. Мы сделали один сценарий реализовать для человека, который сложно выйти из жилья, но у него есть доступ к интернету. И он, используя наш сервис, наше приложение, поможет быстрее, проще и максимально удобно заполнить, сделать ту же самую работу, которую предлагает ему Министерство социальной политики сделать именно через их сайт. Он вносит данные, дополняет, схема автоматически дополняет эти данные, если ей это можно сделать, допустим, он определяет, пожалуйста, расположение. И в результате, что он получает поддержку. И мы получаем генерированное заявление, допустим, на социальную помощь, в которой присутствуют по ссылке. И по ссылке в описании, допустим, на социальную помощь. Это цель, потому что это более ароматичные вопросы, но он пришел на него и смотрит. Есть вот такие, я не знаю, что хватает, мне полагается, помощь. Он заходит дальше и проходит очень короткий тест. То есть три таких самых ключевых вопроса, которые сразу фильтруют те социальные репуты, которые может получить этот человек. Сначала он ответил на эти вопросы, так предлагают. И дальше он получает уже отфиксированный результат тех вариантов, которые ему предлагаются. Дальше заполняет, например, любую из этих форм. Он пишет там в своей фамилии. Есть возможность сохранить эти данные для повторной деляки, например, по другому какому-то аспекту. И вернуться к нему. Ну и, конечно, в будущем мы надеемся, что эти данные отправляются уже не в печатной форме, а именно на сервер. Вот когда надеяние обрабатывается и дальше и прохими новыми результатами. Это возможность привлечения активистов в это подобное движение. Если это фонды, волонтеры, например, у человека нет принца. Ему нельзя печатать документы. Он подает заявку и печатает документы. Это заявка выплата именно волонтерам, фондам, членам, которые печатают эти документы уже демидированные, данные, заполняют и отправляют им по почте. Спасибо. Такое, как вам... Есть вопрос? Почему вы в этом и делаете? Потому что, почему вы в этом и делаете? Почему вы в этом и делаете? Вы понимаете, просто я, лично я, работаю юристом. И вы знаете, мы делаем очень много всего такого бумажного, от всего такого, которое делают обычные люди, у которых не лимитированы возможности. Они могут пойти вдвойже, они могут там простоять в очереди. И вот когда ты представляешь человека, который на инвалидной колярсе, который, честно говоря, мы знаем о возможностях может попасть, например, тот самый инвалид, взять пандус и непонятный угон сделан в таких всех учреждениях. И вот, ну, это просто такой замкнутый круг, где человек безвыходности находится. Если ему будет такой сайт, он даже может просто зайти и посмотреть, что ему полагается, он может как-то улучшить свое существование, хотя бы подавая документы на такую возможность и сохранить свои нервы, свое время разберечь. Ну, не как-то я просто понимаю, что они очень-очень увижены от государства. Поэтому хочется на себя забрать часть. Частически это роль государства все это делает. Ну, просто сейчас там сложилось, что это не делать. Вот и все. Я вопрос. Что вам нужно для того, чтобы это начало работать? Какой человек? Недавно, вонсайд, что вам нужно. Нужно больше человек, вашу команду. Что технически вам нужно делать? Технически… Технически… Да. представлять возможно даже делать не может представить больше возможностей хотя и какая-то ограниченности и возможности движения мы подумали о том что хорошо чтобы было попробовать этот проект не быть конкретно в регионе и мы тоже выбрали такой регион поскольку мы знаем что например в городе Виннице очень хорошо воспринимаются такие инициативы поскольку вы знаете что вообще общение с госорганами оно такое трудное и трудно вращается все поэтому просто даже ну еще хочу отметить что у нас был короткий такой сюрприз человеком который связан с благотворительностью то есть до этого времени мы не смогли пообщаться с инвалидами с теми людьми у нас так же подвеселы которые нам фактически подвесили но мы пообщались с председателем благотворительного фонда и она говорит что это очень полезный результат для них потому что они иногда помогают в заполнении этих заявок и просто это реально очень сокращает их работа и временные затраты спасибо спасибо ура 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 она нет Далее. 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 Пошел.